Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Опубликован 15-й выпуск ежемесячной официальной газеты Западной Армении Родина. Основные цели нашего визита в Арцах – лучше узнать страну и вносить предложения по достижению мира. Гей Тесье. Турция продолжит борьбу за истребители F-35. Блумберг Дональд Трамп обсуждал вопрос об ослаблении санкций против Ирана. Еженедельнику Степанакер 22 года. Важное армянаминческое исследование на персидском языке. На днях был опубликован 15-й выпуск ежемесячной официальной газеты Западной Армении Родина. Официальная газета должна периодически публиковаться каждый месяц на западноармянском языке. Турецкая и английская версии также будут доступны в ближайшем будущем. В электронном виде газета доступна по следующей ссылке. В беседе с журналистом «Арцах Пресс» после встречи с президентом Арцахской республики Бакоса-Океаном президент фонда дружбы Франции «Арцах» Гай Тесьен отметил «Мы обсудили различные вопросы с президентом республики, в ходе которых нам удалось еще раз увидеть и понять давнюю дружбу между Францией и армянами. По его словам, в ходе встречи также говорилось об молодежи Арцаха. По инициативе Сепанакирского центра франкоязычных стран имени Поля Элуари, сегодня группа молодых людей исполнила песни и танцы на французском. Все это было радостно для нас, потому что будущее страны – это молодежь», – отметил также Гай Тесьен. Официальный представитель президента Турции Эбрагим Калын заявил, что Турция не отказалась от американских истребителей F-35. Об этом сообщает Евроньюз. Калын добавил, что исключение Турции из программы – непростая задача, и они считают, что Турция преодолеет эту фазу. После приобретения Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Министерство обороны США отстранило Турцию от программы запуска нового поколения истребителей F-35. Президент США Дональд Трамп обсуждал вопрос об ослаблении санкций в отношении Ирана, чтобы помочь обеспечить встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани в конце сентября. Это побудило советника по национальной безопасности Джона Болтона решительно выступить против такого шага, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. После встречи в овальном кабинете в понедельник министр финансов Стивен Мнучин поддержал эту идею как способ возобновления переговоров с Ираном. Позже, в тот же день, Трамп решил отправить Болтона в отставку. Степанакертский еженедельник был основан 10 сентября 1997 года. Степанакерт был основан в Арцахе, чтобы доказать миру, что геройский Арцах может также сказать миру о своей неповедимости. С помощью столичной газеты публикуются ценные и важные информации на литературном армянском в этой прекрасной земле. Степанакерту сегодня исполняется 22 года с его уникальным имиджем и словом. Это необходимая газета в столице, которая печатается в 450 экземплярах на 8 страницах дважды в месяц. Было бы желательно, чтобы у газеты был собственный веб-сайт для эффективного общения с миром. На будущее есть много планов и новые проекты, отметил Сарксиан. Работа историка, члена парламента Исламской республики Иран Карена Ханларяна, «Определение географии Армении по исламским источникам» была опубликована в Тегеране. Есть много свидетельств о войнах, массовых убийствах и депортациях на страницах истории Армении. В результате значительная часть территории исторической Армении была оккупирована Турцией и Азербайджаном. Чтобы отрицать эту реальность, государственные политики и научные умы этих стран постоянно прибегают к искажению историй и полностью искажая политическую географию исторической Армении, продвигая абсолютно ложные и сфабрикованные теории, такие как турецкие корни царства Урарту, армяне-западной Армении, некоренной народ, иммиграция армян из Европы в Анатолию в последние тысячелетия и т.д. Целью данной работы является предоставление доказательств необоснованности и фальсифицированности этих так называемых теорий на основе богатых фактических данных, предоставленных исландскими, иранскими, арабскими и османскими источниками 1100-летнего периода. В начале каждого источника Ханлариан ссылается на научную деятельность и биографию автора, поскольку биографические данные могут способствовать научности обсуждаемой темы и разъяснению исходного материала, а также ответить на предвзятость того или иного автора. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Нубар. Субтитры создавал DimaTorzok Оставайтесь с миром.